я предлагаю начать всем здравствуйте еще раз уже официально уже всех нас троих от меня от елена и от макса меня зовут алексей фамилия вильченко как вы знаете возможно некоторые меня знают как риск-менеджера компании дата discovery group но алексей максима и елену тоже наверное представлять не надо есть у них информация на сайте то наши преподаватели наши тренеры и действующий трейдер играющий тренд тренинг так еще подходят ребята значит смотрите ребят кто подходит и не видит линка на на презентацию к сожалению подходящего скорее всего не видят спрашивают делитесь пожалуйста с ним линком что народ еще идет сейчас я с вашего позволения переключусь на постоянную чтобы не давить ногу я уже поздоровалась и проверила звук всем привет всем добрый вечер звук я уже проверял думаю меня слышно последний последний раз техническое объявление кто хочет говорить голосом настройки мастер настройки звука вешайте голос на клавишу клавишу держите говорите у вас слышно отпускаете вас не слышно постоянно активацию пожалуйста не включайте иначе у вас будет окей ребят мы хотели вам презентовать наш новый большой объемный курс март который мы собрали собрали из тех материалов из тех тем которые выводит каждый из нас в чем-то они пересекаются мы в принципе торгуем одинаково на рынке и трейдерам объясняем тоже похожие вещи в чем-то в чем-то есть различия поэтому мы постарались объединить всю информацию таким образом чтобы у тех трейдеров которые захотят пройти этот курс сложилось полное понимание рынка полное понимание процессов рыночных которые происходят полное понимание взаимодействия между различными рыночными экономическими факторами целое целое восприятие ночной ситуации сейчас я с вашего позволения начну презентацию вот с первого слайда где кратко кратко изложены цели курса которые мы поставили перед собой целями этого курса является дать целостное представление о рынке фичерсов как я уже говорил о рыночных процессов которые влияют на цену на ценообразование позволяет трейдеру извлекать какую-то прибыль из его полетели операции такие дать понимание что происходит на рынке вот в каком месте сейчас сегодня в данный момент вы находитесь что произошло до этого какой процесс идет сейчас и на основании этого попытаться спрагнозировать следующее движение чтобы заработать до ценовой агентации ну и изучить современные методы анализа рынка который мы пользуемся мы мы старались не брать ничего лишнего ничего сомнительного взять только то что явно можно объяснить не просто посмотря на историю влево видеть там какие-то паттерны повторяющиеся да сделать предположение что они повторяются в будущем но и объяснить как тот или иной паттерн тот или иной знак на графике каким образом он формируется какие силы взаимодействуют во время формирования этого паттерна и потом куда он скорее всего разрешится то есть все лишнее то что то что невозможно объяснить то что непонятно как работает и работать ли вообще чаще всего да то есть это мы все постарались сбросить здесь будет самая суть но тем не менее материал достаточно объем секунду и почему он объемный я постараюсь объяснить с позиции разницы между дискреционным и алгоритмическим трейдингом то есть есть и два явно различающихся направления на рынке которые мы можем как бы вот выделить глядя на трейдер первое направление дискреционный трейдинг и второе алгоритмический дискреционный трейдинг характеризуется тем что трейдер принимает решение основываясь на каких как каком-то своем опыте какой-то информации которую он получает не обязательно только с графика каких-то своих ощущениях каких-то своих видений и прогнозов его еще называют интуитивным трейдингом но в данном случае на наш взгляд это неверное определение поскольку для того чтобы эта интуиция появилась ее нужно долго и тяжело воспитывать воспитывать огромным количеством информации тренировать умением анализировать эту информацию знанием закономерности между какими-то экономическими отдельными категориями и объем огромный информация разнородна и трудно взвесить и определить что в данный момент больше влияет на рыночную ценность спекуляции вот противоположность этому алгоритмический трейдинг трейдер поступает проще анализирует техническую информацию на графиках на истории если он использует рыночные котировки исторические выискивает там какие-то закономерности и потом пытается эти закономерности экстраполировать на будущее для того чтобы попытаться извлечь какую-то прибыль надо понимать что рыночные процессы не стационар да то есть и те закономерности которые работают сегодня они не работают завтра это происходит благодаря самой сути не стационарности временных рядов мы об этом тоже будем говорить в своем курсе у нас будет раздел статистики и там мы поймем почему допустим можно предсказывать какие-то вещи в природе достаточно точно но тяжело их предсказывать допустим в рынке эти вещи я наверное начал слишком длинно да да и веноматс у нас в час отведел время сколько мы туда да я думаю больше чем больше ну окей сейчас чуть больше чем час я берегу а еще вопросы ответы на постоянную активацию то у меня палец уже болит сейчас и помню так слышно меня еще монет нет нормально окей так это то что касается вступительной части программы курса и дальше мы пытаемся голубом пробежать по темам которые мы хотим осветить и чему хотим научить и первое что нужно знать что нужно сделать это изучить те инструменты которые которые мы торгуем большинство трейдеров не представляет себе вообще чем-то они видят только графики какие-то изменяющиеся на на графиях линии точки и пытаются из этой информации сделать какие-то прогнозы сразу скажу нереально это детство это школьники студенты потому что при серьезном подходе начинаешь понимать что не представляя что влияет на цену с чем связана цена с какими другими инструментами с какими экономическими на какие новости она реагирует или не реагирует стоит обращать на них внимание или не стоит обращать на них внимание что фьючерс сам представляет кто его покупает и кто его продает кому он интересен для чего он используется использовался для чего он почему он появился не представляя вот этих вот базовых вещей на самом деле ну серьезно говорить о каком-то серьезном трейдере нельзя это самая основа этой основе учат в экономических вузах и к сожалению все трейдеры самоучки которые пытаются научиться трейдингу через минут перескакивают начинают сразу с самого простого с поиска паттерна в каких-то на графиках надеяться на то что они заработают денег так не бывает вы должны представлять откуда взял свой инструмент что что лежит под этим инструментом какая экономическая сущность какой базовый актива какова динамика этого базового актива какие факторы почему цена между фьючерсом и базовым активом разная почему фьючерс дороже или дешевле базового актива настоящего скажем там фьючерсы на нефть могут быть дороже чем стоимость нефти на рынке спорт почему по такой причине и о чем это говорить если он дороже можно ли на этом заработать или нельзя туда лезть заработать невозможно каковы выночные характеристики самого фьючерса какова цена сколько вот вы видите колебается допустим котировка в стакане вот вы поставили опер вошли в сделку какова через сколько вы заработаете или потеряете сколько денег вы заработаете или потеряете через какое-то движение цены да то есть это шаг цены который нужно обязательно знать такова волатильность фьючерса можете себе вы позволит торговать волатильный фьючерс потому что на нем потери могут слишком большие быть в случае сильного движения или не могут такой стоп нужно ставить достаточно ли ваш стоп который вы мечтаете там пять тиков поставить и заработать или нужно ставить 25 или 15 тиков чтобы в силу свои скиночных характеристик в силу своего активности вас не зацепила даже если вы правильно правильно угадали цену вектор движения цены. Такие характеристики, как ликвидность, волатильность это очень важная вещь. Если вы пытаетесь анализировать, скажем, ленту, нужно понимать какую информацию вы получаете, насколько информация качественна, даже, вернее сказать, насколько она анализируема вообще эта информация. Если вы видите, что в ленте сыпятся одни единички, двоечки, вы по такой информации не сможете ориентироваться. Вы сможете ориентироваться только в той информации, которая разнородна. Это информационная характеристика, называется энтропией. Об этом мы будем говорить. Как определить, какой фьючерс можно и стоит вообще анализировать, скажем, по микроструктуре, по ленте, допустим, или по футболу, какой, который вообще не стоит. Там нет информации полезной, по крайней мере, в данном моменте. И, исходя из этих вот знаний, из этой информации, уже можно выбрать подходящий для себя фьючерс. Отходящий вашему карману, вашему характеру, вашему пониманию, вашим возможностям анализировать рынок. Каким-то образом зарабатывать. Следующая тема, которая будет у нас, это фундаментальный анализ. Сильно мы вглубляться не будем, экономику преподавать не будем, но базовые вещи, поверьте мне, 90% людей, которые сюда приходят, они не знают, этих базовых вещей, они не представляют, в какой, допустим, сейчас они ситуации экономической находятся, я имею в виду мировую экономику. Если инфляционные, или дефляционные тенденции, как определить вот эту большую картину, чтобы понять, как будет себя вести потребитель, как будет себя вести компания, как будет себя вести финансовые компании. Будут они ли покупать, или продавать сейчас? То есть, есть, допустим, если вы торгуете нефть, есть периоды, в которые нефть покупают, есть периоды, в которые нефть продают. Если вы торгуете золотом, тоже есть периоды покупки и продажи. Это глобальные тенденции, это не то, что кому-то сейчас захотелось, и начали покупать. Если начинают покупать, покупают все. И рынок долго-долго растет. Вот эти вещи нужно понимать. И почему они не совпадают? Почему вот нефть растет, а золото падает? И почему наоборот? Тоже нужно представлять. Нужно понимать, что активы бывают разных свойств. Да? Есть рисковые, безрисковые активы, об этом мы будем говорить. И когда народ покупает риски, когда он входит в риски, когда он готов, готов ложиться рисковать, и когда он, наоборот, выскакивает из риска. Почему доллар растет, когда все плохо в Америке? Казалось бы, страны имитируют валюту, когда у нее плохая экономическая ситуация. Должно быть все плохо с валютой. Если вы посмотрите на рынок, и посмотрите на экономические данные, которые уходят, посмотрите на восьмой год, на кризис, вы увидите, что все наоборот. Почему мы об этом будем говорить? Если вы торгуете, допустим, внутри дня, то нужно знать, как новости влияют. У нас очень модно говорить, что никак не влияют, на них можно не обращать внимания, но я бы советовал не обращаться. Это вовсе не так. Мы как раз тоже этот вопрос. А рассмотрим, откуда это вообще пошло, такая байка. Были ли такие исследования, или не было таких исследований? И на какого трейдера по его таймфрейму, по его срокам удержания позиции новости влияют? И на какого нет? Так. Следующим номером нашей программы будет микроструктура рынка. Это тема, которую раскроет Максим. Я только вкратце скажу, что понимание, понимание типа ордеров, их сведения, и вообще процессов микроструктуры, которые происходят на рынке, на рынке, это тоже крайне важная область знания для трейдера. Потому что не зная, чем стакан отличается от ленты, таких много, не зная, как поставить, что такое линит, что такое стоп-ордер, не зная, почему в ленте одни циферки красятся в красный цвет, вторыми в зеленый, третьи вообще никак не красаются. То анализировать по этим инструментам, используя эти средства, ленты, стакан, вруча, рынок нельзя. Для того, чтобы это делать, надо этот вопрос изучать. Макс, пару слов могу тебе предложить сказать. Я не парню, я не парню. Да, давай тройку, я отключу сейчас постоянно. Я сегодня готовился к этому брифингу, задал себе вопрос, что я могу полезного дать вообще трейдеру, новичку, или трейдеру, который уже имеет какой-то багаж знаний за собой. Я вот так вот подумал, как бы информации в принципе по интернету общедоступны очень много. В основном она, конечно, переварена, особой ценности никакой не имеет. И различные там ее комбинации тоже особой ценности не представляют. Почему? В основе своей теханализ, который распространился в интернете, я по теханализам подразумеваю вообще все. То есть, не важно, как мы анализируем рынок, с помощью микроскопа, или это поток ордеров, или с помощью скользящих средних, это все теханализ. И в основном ставка делается на какую-то комбинацию различных визуализаций, будь то там футпринт, или там, я не знаю, индикаторы какие-то, или каких-то, ну, в прямом смысле микс каких-то индикаторов. То есть, из виду упускается какое-то общее целостное восприятие рынка в целом. И сколько, на мой взгляд, вот от перемены слагаемых сумма не меняется, сколько индикаторов не меняй, ничего не поменяется. Собственно говоря, это касается футпринта, можно поменять визуализацию объем, можно поставить бидаск, можно дельту поставить. Если человек не понимает рынок, он его понимать не будет. То есть, мне когда-то очень понравилось сравнение Алексея по поводу нотной грамоты. Вот, на мой взгляд, поток ордеров, это, конечно, своеобразная нотная грамота, но на все вопросы трейдинга поток ордеров, конечно, ответить не может, и микроструктура. Но это очень существенное большое подспорье для ежедневного трейдинга, для практики торговой. Трейдер, в принципе, на мой взгляд, должен знать именно рыночные процессы, понимание вот этой внутренней структуры, динамики, то, что Алексей говорил по поводу интегрального понимания рынка. Без этого понимание, как бы, эксплуатация каких-то частностей, на мой взгляд, от профита не несет. Я думаю, что в этом многие убедились и многие здесь на Форексе были и проверяли различные индикаторы, комбинации и прочее, прочее, прочее. Другое дело системный трейдинг или алгоритмический трейдинг. Вот тоже Алексей об этом говорил, я свои три слова добавлю. Для такого вида трейдинга, в принципе, для любого вида трейдинга нужна статистика, но в основном, конечно, статистические изыски, исследования люди, трейдеры проводят в рамках какого-то алго-трейдинга, недискреционного, что, в принципе, с одной стороны, это, конечно, очень неверно. Я думаю, что если задать вам вопрос, кто провел хотя бы одно стат исследования по рынку, по своим сетапам, я думаю, никто не ответит. Ну, или ответит очень мало количества людей. Просто задайте этот вопрос сами себе. Вот я своей задачей в этом курсе ставлю привить, насколько это возможно, вот это вот системное интегральное мышление в рынке, то есть понимание различных процессов как изнутри с уровня микроструктуры, так, естественно, с уровня, ну, экстрадея даже можно выразиться, интродея. Объясню какие-то, ну, моменты, касаемые вероятности использования тех или иных сетапов. Объясню также, что целесообразнее использовать сделан этот момент на этот уклон, акцент, что по целесообразности понимают. Дело в том, что, ну, вот опять-таки ставка на механические сетапы, механические сетапы работают, но они работают в узких каких-то конкретных ситуациях локальных, выдранных из момента. Да, не работают, но глобально человек должен понимать, где есть смысл использовать один сетап, ну, условный сетап беру, есть ситуация, где используют другой сетап. То есть, элементарно всем понятно, что в тренде торгуют не так, как во флете. Многие боятся очень сильно флетов. Я вот этот миф разобью, потому что флетов бояться не нужно. Флет при умелом трейдинге превращается, на самом деле, в очень приятный и комфортный трейдинг. Также, я думаю, ну, сделать какой-то акцент все-таки на навыках. То есть, я считаю, что, понимаете, поток ордеров объяснить, как бы, это несложно. Есть ордера, есть тип ордеров, там, есть стаканы ленты, есть сведения, причем сведения, как бы, может быть различным на разных фьючерсах. От этого какие-то моменты могут зависеть при чтении ленты и потока. То есть, одно дело читать СИП, другое дело читать, например, пшеницу, это разные рынки, сведения работают по-разному, специфика ордеров тоже может быть разная, не может быть, вернее, она разная, специфика сельхоз фьючерсов отличается очень сильно от СИПа, например, или от евро. Вот все-таки, все эти вещи, как бы, я в каком-то таком достаточном для понимания виде я объясню. То есть, естественно, данный материал, как бы, часть, ну, Алексей говорил вначале, что мы объединили наши совместные, ну, сделали с помощью совместных усилий общий курс. Вот, как бы, эта информация, эта информация необходимая для понимания. Те, кто, ребята, как бы, у меня в группе были, они, естественно, все это понимают, знают на более продвинутом уровне. Но, я еще раз подчеркну, эти знания достаточны будут. Потом, по поводу ликвидности, волатильности, как бы, это уже оскоминно, Алексей тоже это говорил, я тут на слайде, повторяется про ликвидность. Рынки различные. Рынки различные не только по микроструктуре, но и по ликвидности, и по волатильности. Вот, многие считают, что пустые рынки волатильны. Например, нефть, за пример золота. На самом деле, это не так. Есть рынки пустые, и они при этом не волатильны. То есть, вот эти вот все различия, нюансы, естественно, ну, такие вещи объясню по-любому. Потом, вот такой вот интересный момент есть. Я часто слышу, что, ну, вот многие люди там, как бы, там, изучают какие-то торговые подходы, какие-то торговые стратегии там тестируют, или уже какие-то, я не знаю, используют видеоанализы. И много слышал таких вещей, что типа, вот работало, потом не работает, и вот такие подобные моменты. Когда человек использует в своем трейдинге механический какой-то подход, неважно, что это, это индикаторы могут быть, это может быть сетапы футпринта, того же, сетапы ленты, вот железно увидел объем 100, и надо заходить. Я грубляю, но я думаю, всем понятно. Такой подход, он очень уязвимый, подвержен очень высокому риску, потому что ситуации на рынке меняются достаточно часто, и, на мой взгляд, ситуации могут быть похожими, но на самом деле они различны. Вот эти, ну, такой подход, как бы, ну, на мой взгляд, он не особо эффективен. Плюс, очень часто такие технические моменты либо становятся известны многим, либо просто устраняются самим рынком, теряя свою актуальность. Поэтому, на мой взгляд, стратегии должны быть прежде всего содержательными, они должны нести в себе какую-то идею. Вот целью вообще курса Smart, мы вот специальное название такое подобрали, ну, со своей, как бы, позиции, я вкладываю в это название следующее. Подход к рынку, который мы попытаемся донести с помощью этого курса, он наполнен каким-то, вот, целостным пониманием рынка. То есть, вот идея в этом, не частности. Частности всем будут объяснены, с моей стороны, я на этом делаю тоже упор, но в основном я прививаю вот именно это интегральное понимание. Без него смысла нет. Вы можете взять микроскоп и упереться в стенку, вы через микроскоп стенку не увидите. Вот в этом, как бы, суть. Плюс такой момент, что, ну, тоже вопрос один из таких распространенных, Макс, типа, почему ты это рассказываешь, я не боюсь об этом рассказывать, потому что я считаю следующее. Люди, которые переживают на тему дальнейшей работоспособности метода или системы, ну, на самом деле подвержены определенному заблуждению, потому что в таком случае весь этот подход основан на эксплуатации какой-то неэффективности рыночной. Это, на мой взгляд, очевидно. Которая со временем просто закрывается, поэтому человек интуитивно чувствует, что расскажу кому-нибудь неэффективность эту сожрут, и я останусь в итоге без заработка. То есть, она сначала работала, потом появилось какое-то количество людей, которые не знают, не целенаправленно начинают ее эксплуатировать и таким образом убивают ее. Или та группа участников, которая создает эту неэффективность, она начинает свои задачи реализовывать другими способами. Это тоже не исключено. Спокойно могут по вторникам выходить продавать в течение трех недель. Вы это заметили, а на четвертую неделю этого не происходит. Задача поменялась, реализация изменилась. Но вот когда человек говорит, что у него стратегия или подход перестал работать, особенно после публичной демонстрации, или боится человек публичной демонстрации, я считаю, что это не стратегия, не подход и не метод. Это просто банальное заблуждение, основанное на эксплуатации вот таких вот мелких неуязвимостей. Поэтому, еще раз подчеркну, то понимание, которое я вкладываю вот в свою часть OxoSmart, позволит увидеть общее, упорядочить фрагменты различных рыночных аналитических парадигм. Я вот делаю ставку на универсальность и масштабируемость, красивое слово. Что я под этим подразумеваю? Как вы знаете, как бы не секрет мой трейдерский ник Евротрейдер? Я изначально пришел во фьючерсный мир, торгую только евро исключительно. Потом, ну как бы развиваясь, совершенствуя свое видение рынка, совершенствуя свои стратегии, свой подход к рынку, к анализу этой информации, я понял, что то, как я вижу рынок, это универсально. Это работает на всех рынках. На данный момент времени я вот могу сказать следующее. Я сейчас в меньшей степени торгую евро, чем другие рынки. Мне поначалу привлекли индексы, я там в какой-то степени освоился, не на всех индексах, то есть вот Russell, например, мне не нравится, SIP, NASDAQ, люблю. Освоился на других рынках сельскохозяйственные фьючерсы, я очень хорошо знаю сейчас сельскохозяйственные фьючерсы. пшеница, кукуруза, сахар, какао, соевое масло. Эти фьючерсы имеют свои преимущества, свои недостатки, об этих моментах необходимая информация будет мной предоставлена. И вот я считаю, что то, что мой подход работает на таком множестве рынков, это вот как раз наглядно иллюстрирует универсальность понимания. Вот, собственно говоря, вот это моя задача переложить эту универсальность понимания различных процессов вам. Подробно будет обо всех вот этих моментах на моих занятиях. По поводу практики психологических это на следующих слайдах я объясню. Я замолкаю, Алексей сейчас продолжит повествование по следующим слайдам. Окей, спасибо, Макс. Давайте посмотрим дальше, что у нас в темах. Следующая тема у нас по профилю рынка. Поскольку мы включили в курс раздел статистики, я, наверное, здесь должен сказать, он будет дальше, тема статистическая, она будет позже, она сложнее, мы ее оставили ближе к концу курса, но уже где-то вот с этого времени, если по темам отслеживать, мы будем, в частности, Елена будет давать вам информацию по профилю. профиль это один из способов, достаточно качественных, один из самых, наверное, лучших способов визуализации агрегированной статистической информации, и плюс одновременно он в себя включает уровни, которые строятся практически автоматически на основе этой статистики. Это надо знать, потому что его многие применяют, его многие используют, вы посмотрите и убедитесь, как цена реагирует на профильный уровень, каким образом статистические законы работают и дорисовывают скажем, индикатор, профиль там, где не хватает его с точки зрения статистики. Туда многие стремятся, его многие используют, и одна из причин, почему он работает, то, что как по моей точки зрения и Эллиота используют масса трейдеров. Лен, тебе слово можно предоставить? Лена? Да, я тут. А, ты тут, ну, собственно говоря, по профилю. А по профилю намного легче говорить. Профиль такое дело, что его изучают люди с опытом, у которых уже есть система, к нему обычно приходят люди, которым нужно продолжить образование. Трейдеры, инвесторы, которые хотят адвансировать по-английски, продвинуть свое понимание рынка и процесса рыночного аукциона. Я с этой проблемой столкнулась в 2009 году, когда я решила начать учить профиль, что оказывается, очень много новичков пытаются. Я вначале очень сильно сопротивлялась этой идее, что надо учить новичков и попробовала разделить и властвовать, разделить, расчленить профиль, так сказать, на отдельные элементы. И отсюда возник один из курсов, когда мы разобрали элементы профиля и попытались понять вообще, как работает рынок. Ну, а так, в принципе, я ничего нового вам не скажу из того, что сказали Алексей и Макс. Я просто, возможно, скажу то же самое, но другими словами, что большинство народа, которые идут в рынок, стараются научиться думать одинаково, а именно с точки зрения вероятностей и с точки зрения контроля риска. Это две основные цели всех трейдеров, всех мастей, всех стран любого опыта. Научиться думать вероятностно и научиться думать с точки зрения контроля риска. И можно торговать довольно много лет. в принципе многие трейдеры, у которых есть какой-то опыт, согласятся, что это и есть Грааль. А все остальное это база, на базе которой вы можете использовать свои знания. Возникает однако вопрос и вопрос со словом Quantify. А вот как же эту несчастную вероятность нам определить-то во время торгового дня? Как нам его рассчитать математически? И вот тут встает ловушка всех простых математиков, которые знают теорию вероятности и могут запрограммировать простого робота, реагирующий на определенные статистические уровни. Вот например большинство говорят я изучил систему. Как только вы говорите, что я изучил систему что следующее у большинства трейдеров? Что он должен сделать? Давайте-ка что должен? Напишите одним-двумя словом я изучил систему и хочу ее проверять что делает трейдер следующим образом? Если он конечно сразу бабки не кладет они пытаются сразу миллион заработать. Что следующий этап? Тестирует совершенно верно проверяет тестирует бум первая ловушка рынок вас уже заманил и капкан расставил все что он делает он захлопывает эту ловушку как только вы начинаете тестировать и бэктестировать ну во-первых если поговорите хоть с одним я понимаю что тема Америки с вашей стороны не важна сейчас с ним одна но если вы хоть с одним американцем профессиональным трейдером который работает в хедж-фонде я имею ввиду трейдером а не управляющим чужим деньгами а работающим в хедж-фонде он зарабатывает только когда профит имеет для клиента поговорите он вам рассмеется в лицо если вы начнете говорить что у вас система есть и у вас есть бэктест хотя официально на всех веб-сайтах и официально если вы хотите наняться на работу вам скажут покажи результат заверенный у брокера но если вы с ним в личке поговорите он будет ржать не закрывая рта на твои бэктесты он знает какое место вот подумайте пожалуйста события последних пяти лет и что сделал рынок рынок во всем мире как вы думали лучшие умы математические создавали системы алгоритмы и бэктестировали их это было сделано перед крахом во время кризиса лучшие умы работающие в инвестных компаниях в банках в страховых компаниях индивидуальные управляющие разными хедж-фондами и пифами да у них была только одна идея что если система пробег тестирована то скорее всего в нее можно верить все к чему это привело что люди слишком верили и взяли слишком большой нерассчитанный риск в данном случае простая идея вот то что вам пытались я думаю это нести дело в том что мы не заранее не обговаривали о чем мы будем говорить друг с другом Алексеем Макс и я возможно мы повторим вот если вы подумаете что обстоятельства которые окружает каждый каждый трейд каждый божий трейд абсолютно уникальное тогда возможно вам голод западет крамельная мысль возможно что для данного трейда существует уникальная статистическая вероятность и тогда вы возможно углубитесь в крамелу что возможно риск менеджмент модели которые обрабатывают данную вероятность недостаточно сложны и возможно провал системы финансовой во время крахов был из-за того что вот эти математические квантотейтив системы были недостаточно комплексны чтобы эффективно учесть все а если это так то нечего бэктестировать бэктест это лажа и это самообман извините конечно за грубое слово который вас приведет к тому что вы возьмете повышенный риск и вы обязательно разоритесь и вот тут возникает а как же народ зарабатывает если так народ пытается выкрутиться и начинает делать на букву ф фильтры ставить или на букву и если вы математик ай по-английски иерархию делать а именно пытаются назначить определенные правила в программу или в маске трейдеров использовать иерархию что фильтрует что важно что не важно чтобы быть кидом что однако забывается или что не усекается в реальности рынка который происходит каждый день всегда почти всегда есть одно правило которое до конца не понято не до конца не выискина и это главное правило которое управляет своими правилами и в результате модель не идеальна и не работает вот это главное правило часто узнают после когда надо писать новый робот или новый алгоритм и получается замкнутый круг и здесь я приводила очень яркий пример по-моему уланы что нам это все не надо что на рынке очень много ситуаций когда вот например был пример с гололедом ты едешь на машине и ты видишь что лед какой шанс насколько повысились твои шансы разбиться и разбиться разбиться в усмерть если у тебя 60 миль в час скорость что порядка 100 с чем-то километров в час вот трейдеру так же как водителю не нужна сложная математическая модель чтобы мгновенно оценить что риск стал слишком высоким и вот это то что называется опыт это тот опыт который ничем не заменить потому что это то что приходит только с помощью простого простой работы спекулянта спекулянт это обозреватель наблюдатель да если вы что-то постоянно наблюдаете у вас возникнет искусство понимания ситуации это искусство иногда очень простое вероятность аварии резко возросла мне ни за что не надо знать мои шансы разбиться я знаю что мне надо делать без просчитывания шансов вот такие ситуации и в данном случае чем больше вы развиваете свое умение наблюдать аукцион в действии с профилем с футпринтом с лентой с чем угодно главное быть присутствовать наблюдать тем больше у вас будет вероятность того что вы найдете трейд который стоит брать сейчас очень простые примеры из трейдинга вам надо пережить несколько трендовых дней как сегодня чтобы понимать трендовый день как сегодня вам надо его пережить наблюдая как минимум или потеряв заработок квартала вам это на своей шкуре надо просчитать понять пережить без этого никак все это знают и пошли по профилю вам надо знать что такое плохой ненормальный хай слабый ботом слабый топ слабый хай слабый лой пробиваемый вам надо понимать где лучше трейдить на входе где лучше трейдить на выходе нюансы нюансы ежедневного наблюдения возможно помогут тем кто расчленил профиль новохвал пок сингл хвост и решил что может торговать без учета процесса аукциона и состояния рынка и вот это плохой день плохая структура дня состояние рынка на сегодня как это влияет вот это то что профильщики кто использует это с помощью профиля пытаются понять просто-напросто пытаются понять рынок с помощью скажем профиля мне достался профиль в данный момент объяснить и все вот это вам надо подумать я как-то говорила об этом я не помню где может быть у Ланы вот если хорошенько подумать то что я сказала некоторых как бы думают что я вас отваживаю от трейдинга а я наоборот вас завлекаю вот подумайте сами если бы вы смогли просчитать абсолютно точные стопроцентные вероятности как вы думаете вы смогли бы на этом заработать если абсолютно все его тёрща могут просчитать данную вероятность шансы заработать хоть какие-то у кого-либо были все бы организации написали одного робота и рынок бы стоял на месте никто бы не торговал мы бы все потеряли профессию в данном случае вот это неточность неопределенность неизвестность вот там где приходит вот это искусство с наукой слияние искусства с науки что в общем-то трейдинг это то где возможно возможно вы никогда не сможете быть трейдером это то что мы как люди часто психологически не можем переносить отсюда мы пишем программу и пытаемся найти грааль то есть в данном случае вот это все ни за что не вместится в 3 или 4 месяца но попробовать на практике как это работает ну вы попробуйте кусочек пирога на зубок это все что я хотела сказать извините если повторила то что вы уже знаете спасибо огромное у нас еще есть несколько слайдов впереди несколько тем надо будет вопрос ответ не забыть может сейчас не забудем постараюсь я голубым сейчас побегу да нет иначе мы размажем его вообще а перерыв и будем делать перерыв я думаю что это просто втанулся ребят следующая у нас тема такая достаточно тоже скользкая у нее сломана много копий это тема интерпретации объема тема будет моя я буду ее давать со своей колокольни но Елена и Макс во многих вопросах соглашаются как я интерпретирую объем мы посмотрим работает ли древней магии я здесь называл это искусство Вайкова да и работает ли оно работает и Вильямс работает ли оно на рынке на фьючерсов рынке на современном рынке рынки сильно отличаются те рынки на которые торговал и разрабатывал свою стратегию Вайков вот того рынка который есть сейчас есть во-первых фьючерсный рынок это двусторонний рынок с такой же легкой продажей в короткую как и покупка в длинную да лонг против шорта приблизительно равные возможности по финансам у трейдеров поэтому голосом извините вопрос поэтому как бы в отличие от акций на котором разрабатывался с вами Вайкова он работает и ведет себя по другому объем на фьючерсном рынке это мы рассмотрим фундаментальные теоретические вопросы что и как и почему уделим время таймингу и объемам потому что просто глядя на график и интерпретировать объемы не разбивая его на сессии не зная что происходит в ту или иную период рыночный невозможно если вы видите длинную палку это может быть никакой не аптраст это может быть всего лишь навсего открытие американского рынка да и тем более что с моей точки зрения на фьючерсном рынке нет или вернее они более размазаны те формации которые описывал лайков когда он исследовал изучал и пытался нарисовать структуру скажем накопление или распределение активов каких-то рыночных на фьючерсном рынке ну эта тема отдельная нужно рассматривать нужно говорить и смотреть отсутствует маркетмейкер как таковой на фьючерсном рынке то есть нет того человека который пришел нажал кнопку и взял задрал ради своих каких-то корыстных интересов цену чтобы высадить трейдеров или чтобы взял снизил цену чтобы их развернуть и там закупить это тоже не так просто на современном рынке другие механизмы действуют и маркетмейкер здесь написан в кавычках именно потому что как такового его там нет чистого ликвидность поставляется другими механизмами и в то же время мы выделим те объемные сетапы которые ни в коем случае нельзя не знать и нельзя пропускать если вы пытаетесь анализировать рынок в том числе и фьючерс и для того чтобы понимать как они формируются какими механизмами почему это происходит почему-то образуется тоже там стоп-волюм большой объемный бар при низком спрейде ценового бара нужно понимать как рынок работает в данный момент что на нем происходит на этом мы тоже остановимся и когда у вас в голове есть простая моделька которая позволяет это представлять себе образно понимать вы тут же сразу видите смотрите ориентируясь на цену на объем и можете говорить вот тут происходило это вот тут это а вот тут вот это и дальше как-то прогнозировать прогнозировать следующие события в рыночном следующая у нас тема коснется Ральфа Эллиот и его теории теория Эллиот это на мой взгляд тоже очень важная одна из важных моделей которые многие используют я покажу покажу сетапы сетапы основанные на волновой теории которые ну работают они работают их нельзя пропускать потому что масса трейдеров сидят и ждут этих сетапов конечно это сетапы не на минутном графике на минутном графике они тоже размазаны каким-то образом интерпретировать очень сложно не говоря уже о волновом подсчете на мелких таймфреймах это вообще смена но когда вы смотрите большую картинку когда вы планируете торговый день и вы видите что у вас на большой среднесрочной картине у вас подходит цена к какому-то сетапу волновому там нужно работать на этом этот сетап нужно брать потому что он дает хорошее движение для внутридневного торговца достаточно большое как правило значит рассмотрим теоретические основы собственно говоря откуда она появилась и как формируется ну в общем и больше внимания уделим тем вещам которые нужно на которые нужно обращать внимание и посмотрим как илиот взаимодействует с фибоначо прекрасно если вы ждете где-то окончания волны допустим предположим то фибоначо уровни фибоначо в этом очень хорошо помогают если у вас есть какой-то пустой участок у вас хорошо когда вы смотрите на график у вас слева есть какая-то консолидация вы от этой консолидации можете торговать а когда ее нет когда у вас рынок в облаках что делать или когда у вас слева идет вертикально вниз или вертикально вверх цена что делать за что там зацепиться там нет объема там нет проторговок нет консолидации тогда в принципе можно использовать фибоначо это один из способов вычисления расчетных уровней то есть абстрактных на самом деле там никакой на этих уровнях загрузки может не быть на истории но все эти уровни видят все эти уровни ждут и есть вероятность что от этих уровней цена развернется поэтому мы их используем когда у нас нечего больше использовать иногда мы очень хорошо когда они совпадают с какими-то уровнями на историческом графике но когда там ничего нет нужно принимать решение и нужно от чего-то оттолкнуться используем расчетные уровни так и хорошая важная тема важная тема достаточно сложная и достаточно многие немногие ее хорошо знают это статистический анализ вот я думаю что эта тема она вот приведет прям внесет ясность в голову трейдера если мы посмотрим на все индикаторы которые используются и вокруг которых тоже масса копий масса копий сломана скользящие средние стахастики и любые совершенно осцилляторы и какие-то трендовые индикаторы тренд-отслеживающие вы увидите что это все статистика это способ визуализировать статистику вы поймете что без статистического анализа как такового нельзя мы даже не используя никаких индикаторов просто глядя на рынок мы всегда смотрим налево и оцениваем историю смотрим а что же происходило там какой размах имело рыночное движение если какая-то автокорреляция то есть если тренд зависит ли состояние движения цены сейчас динамика движения цены от той которая была недавно это позволяет отслеживать какие-то трендовые составляющие и выбирать если у вас есть если у вас есть допустим трендовый компонент в рынке если вы видите что есть автокорреляция вы понимаете что вам лучше такой фьючерс допустим в Коэрлина или рынок сейчас на котором это появилось по времени если рассматривать его лучше играть по тренду торговать если вы видите что фьючерс у вас разворот если у вас больше идет регрессия к среднему это тоже количество можно оценить и можно увидеть при помощи статистического анализ то вам лучше играть развороты вам лучше не играть пробои потому что вас развернет и вернет все равно цену на которую была котировка когда вы входили ну и конечно коснемся межрыночного анализа тоже такая тема интересная как влияют цены друг на друга и как собственно говоря сделать вывод а влияет или не влияет влияет ли цена акций допустим стоимости фьючерсов на индекс или сам индекс влияет ли его значение на стоимость нефти или не влияет а влияет ли стоимость допустим евровалюты на стоимость евробандов или не влияет вот обычно между этими по этим темам очень много спора много битв всяких и ссор но дело в том что это все элементарно цифрах рассчитывается и это видно если влияет то влияет если не влияет то не влияет это однозначно можно выводы сделать так и следующая тема будет максима это как раз ценовые уровни тоже очень интересная тема и очень важная и трейдеры ее любят трейдеры ее ждут они считают что это одна из важных тем я с этим абсолютно согласен максим твой слайд скажешь что да я сначала себе позволю ответить на вопрос его задал Евгений по поводу грали копства баланса между грали копством и вечным улучшением системы я на своем примере могу ответить я торгую и при этом я занимаюсь изысками я трачу очень много времени на рыночные исследования на сбор статистики на сбор котировок ну на всякую такую фигню естественно какую-то часть исследования я переношу в трейдинг но я делаю это постепенно осторожно естественно тестируя но если ты не торгуешь это грали копство я считаю то есть это психологические причины там вполне возможно коренятся поэтому ну я считаю вот разница в этом торгуешь исследуешь исследуешь значит грали копство воводы уровней так уровни накопления спроса предложения динамические различные уровни там медианы это уровни могут быть также в моей теме повторится уровень который называется пок по сути это мода объема ну и различные там вивапы тоже можно уровни как динамические использовать я по уровням могу следующее сказать вот Алексей хорошую фразу сказал мне тоже понравилась она по поводу Фибоначчи Фибоначчи это те же самые уровни они есть там свои правила определения причем они у всех разные то есть сказать что вот есть какой-то объективный способ ну с натяжкой можно момент какой не на всех уровнях возникают накопления далеко не все уровни являются уровнем то есть уровень может быть уровнем спроса да уровень может быть уровнем поддержки на уровне могут быть какие-то накопления на уровне могут просто стопы снять и пойти в обратном направлении вариантов как бы использования уровня много могут на уровне собирать не знаю позицию на лимитах к примеру то есть вот сказать что уровни это простая тема но это такое очень сильное огрубление на мой взгляд и нужно понимать за счет чего вы хотите сыграть потому что рынок ну как многие люди думают ну вот рынок сейчас подойдет к моему уровню нарисует свечу в обратную сторону и я зайду это не может быть основанием для входа в позицию потому что это торговля с непониманием процесса внутри моменты как понять произошла ли загрузка на уровне до уровня или возле уровня произошла ли загрузка там на пробое будет ли пробой этого уровня ну понятно дело это находится все в рамках вероятностей но тем не менее это знать нужно потому что простое использование уровня даже если вы там найдете сетап футпринта или поток ордеров это не гарантирует никакой сделки это гарантирует ваш вход если вы дисциплинированный трейдер да но успеха сделки это не гарантирует потому что на уровне могут быть ну то что ВСА называется первичные ну возьмем первичные покупки то есть рынок падает мы приземляемся на какой-то там уровень неважно какой и происходит первичная покупка эта покупка сама по себе рынок не развернет и уровень будет пробит но многие люди которые зациклены на вот этих механических подходах сетап что-то на футпринте увидели увидели что это на уровне произошло все заходим в лонг ну это такой спорный подход на самом деле конечно он имеет право на жизнь это на многих рынках срабатывает и достаточно долго можно кормиться но это не всегда и не вечно то есть на мой взгляд вот опять-таки вернемся к универсальности понимания я считаю что нужно понимать что происходит и собственно говоря вот свои задачи ставлю ну объяснить базовые необходимые знания которые ну касаются темы там уровня чтения микроструктуры и так далее что вот я считаю самым важным в понимании рынка понимание точек разворота и продолжения по большому счету мы все пытаемся с помощью каких-либо систем вычислить именно это нас интересует будет ли пробой продолжения будет ли отскок в продолжение да полбэк то что называется откат или будет ли разворот тенденции все модели рыночные стратегии визуализации по большому счету сводятся к угадай что произойдет дальше то есть все эти анализы призваны ответить на вопрос продолжится или развернется все вот эти инструменты уровни там спроса предложения поток ордеров волны паттерны фибоначи индикаторы любые это все инструменты с помощью которых трейдер пытается определить по большому счету что уровни на которых фьючерс актив развернется или пробьет каким образом вы это определите ну с точки зрения эффективности есть конечно нюансы по большому счету это не важно можно определить с помощью фибоначи эти уровни можно с помощью уровней накопления можно с помощью уровней спроса предложения можно с помощью динамических уровней там поков медиан вивапов чего угодно но по большому счету нас интересует именно это уровни от которых актив что-то сделает залог ну я вот еще такой момент добавлю я бы рекомендовал бы к уровням относиться так вот более абстрактно уровень это не единичное значение цены уровень это не 3220 это ценовое пространство около этого уровня соответственно вот эти вопросы а перед уровнем заходить а на уровне заходить а за уровнем заходить они на самом деле задаются очень часто ну человек трейдер который разберется с этими штуками с уровнями тот таких вопросов задавать не будет он просто это все поймет но по уровням все там еще мои слайды будут дальше по риску расскажу да прям следующий слайд твой пожалуйста по риску вова дуриста есть масса стратегий парный трейдинг паски трейдинг моментум трейдинг я не знаю там что там еще разные подходы есть статистический арбитраж арбитраж там и прочее прочее риски всегда закладываются ну под любую стратегию закладывается какой-то свой риск он рассчитывается по каким-то там ну каждый рассчитывает по своему на самом деле есть стандартные какие-то базовые рекомендации для расчета рисков их нужно знать железно то есть ну я вот сразу прямо скажу может это кого-то огорчит но как бы это факт с депозитом в 1000 долларов на фьючерсном рынке делать нечего с депозитом я не знаю в 5000 долларов на золоте делать нечего или на газе например на генри хаби с депозитом то есть ну вы должны понимать что если вы приходите на какой-то конкретный рынок на вас фьючерс интересует какой-то вы должны четко понимать какая необходимая минимальная сумма для того чтобы вас просто не сбила случайной волатильностью то есть просто сопа вам не повышевала достаточность стопов это весьма актуальный вопрос вот Алексей с легкой иронией сказал по поводу пятидиковых стопов подключаюсь к этой информации это так и есть мы улыбаемся может быть это звучит слегка там как бы грубо и кого-то расстраивает но тем не менее так рынок работает мы можем этого не говорить и в таком случае мы не подготовим качественных специалистов мы в этом заинтересованы поэтому я считаю что лучше знать правду по поводу риска и понимать что маленьких депозитов недостаточно основная проблема трейдеров которые уже умеют торговать это недокапитализация то есть человек рано или поздно понимает что депозит нужно все-таки побольше вне зависимости от системы управления риском потому что по большому счету я приверженец комплексного управления риском комплексной системы то что риск должен быть рассчитан должна быть рассчитана волатильность которую можно ожидать я считаю что нужно использовать усреднение я считаю что нужно использовать доливки обязательно кто-то это поддерживает такие моменты кто-то считает что нужно делать как-то по-другому там например брать железные стопы или маленькие стопы Да, маленькие стопы можно брать, когда вы торгуете на микроструктуре в стакане. Можно, конечно, если вы берете цели 3 тика, то, конечно, стоп можно опять поставить. Но когда вы работаете от уровней, а все рынки волатильны. Извините, может быть случайная волатильность и 15-20 тиков от уровня. И это вполне нормально и приемлемо для нефти, для золота. Сегодня видели, что на золоте произошло? То есть золото неделю карабкалось вверх и оно за несколько часов уничтожило весь трендовый расклад. И, соответственно, поменяло вообще все эти варианты по волнам даже. И пробило все тренды, все, что можно. То есть вот в основе понимания риска, это понимание волатильности вашего инструмента. Что он вообще может сделать и какие вам под это нужны бабки, грубо говоря. Так, вероятности дневного диапазона, это тема, которая пересекается однозначно. Расскажу, как все это профессионально, статистически посчитать, дистрибуции нарисовать, чтобы видеть вероятность наступления диапазона вот какого-то конкретного. Вот я, например, с уверенностью могу сказать, ну просто последняя информация, файл просматривал. Вот, например, для соевого масла вероятность, самая вероятная, то есть мода, это 70 центов. Самое вероятное получение диапазона. Самое невероятное это доллар 40. То есть это то, что лежит в хвосте распределения. Как все это посчитать, расскажу. Ну и, соответственно, как свой стоп рассчитать, я так скажу. Я, еще раз говорю, приверженец комплексного управления. То есть меня стопы не страшат, я этого не боюсь. Поэтому я не даю рекомендации, как выставить пятитиковый стоп. Если вы на это рассчитываете, рассчитываете, что вы под свою недокапитализацию найдете какой-то паттернный сетап, то, к сожалению, у меня для вас плохие новости. Это невозможно. То есть есть объективные требования рынка. Вот знаете, как членский взнос. Вот волатильность – это ваш членский взнос. Если вы этого не понимаете, значит, вы будете платить налог на глупости. Поэтому адекватный стоп или адекватное управление. С теорией, не теорией, вернее, а методов выставления стопов их много. Кто-то там за экстремуми, кто-то там по диапазону от АТР рассчитает, кто-то считает какой-то фиксированный стоп, кто-то там динамически от чего-то исходит. Кто-то стоп под сделку ставит, кто-то стоп под серию сделок ставит, кто-то ставит стоп дня. Эти все методы живы, и их целесообразно применять в разных условиях. И самое главное, я постараюсь разбить миф об усреднении. Это вот такой сатанизм. Все боятся усреднения, обходят эту тему стороной. Я постараюсь разбить этот миф. Потому что усреднение – это одно из методов управления оппозицией. Достаточно рискованно, но тем не менее он позволяет множеству систем держаться на плаву. Я буквально пару дней назад Горчакова читал про портфельные его стратегии. Там у них вывод железный был, что в основном все портфельные менеджеры усреднения используют. Это очевидно. Крупный игрок усредняется всегда. По другому позицию просто невозможно набрать. Если все продают, вы можете купить. Но вы не купите на одном уровне. Вам придется набрать позицию на разных ценовых уровнях. И у вас будет среднее. Поэтому из расчета всех этих нюансов, как конкретно усредняется, неправильно выразился, как вот эти характеристики по поводу, в каком диапазоне могут быть усреднения крупного игрока. Они у всех фьючерсов разные. Как вот этот нюанс уловить, это я постараюсь тоже доходчиво рассказать, показать на примерах. Я думаю, что по этому слайду я сказал все. Окей, дальше психология, опять твоя тема. По поводу психологии, тут меня можно часа на два хватить. Я скажу коротко. Вот тут вот описаны темы, которые я постараюсь, не постараюсь, я расскажу их. Опишем какие-то техники, разберем какие-то уровни причин, почему не ладится, почему тильтуем. Психология это не панацея. Я прекрасно понимаю, что многие люди приходят на рынок и хотят бабло и по-быстрому, по большому счету нажать на кнопку, которая сгенерирует 100-долларовую купюру. Сколько раз я не повторял, что это невозможно. К сожалению, люди движут, движимы надеждой своей на легкие деньги. Нету их. На рынке их нет. Так же, как и в любом другом бизнесе. Психология это всего лишь инструмент вашей собственной личной стабилизации. Психология это не джин, это не волшебная палочка. Это способ привести свою голову в гармонию с рынком, с той ситуацией, в которой вы находитесь. Вчера элементарно пример из чата, из моего давления переторговал. Бывает такое. Давление можно себя достаточно хорошо загнать в какие-нибудь психосоматические состояния и болезни. Благодаря трейдингу. Задачу перед собой ставлю такую. Как дистанцироваться от всех этих стрессов, от переживания неудач и всего прочего. Негативного, связанного с рынком. И самое главное, с процессом обучения. Потому что, как показывает мой опыт, по крайней мере, в основном люди испытывают жуткий стресс в процессе становления, а не в процессе трейдинга. В процессе трейдинга, когда ты уже чувствуешь себя уверенно, тебя стресс не берет. У тебя уже есть иммунизация к нему, иммунитет. Поэтому вот этот промежуток, когда человек не уверен в себе, когда человек, извиняюсь, с открытым ртом смотрит на гуру, на своего, на преподавателя. Вот это вот то время, когда уверенности нету. И со своей стороны, как бы, я могу помочь скорректировать все эти состояния. То есть нет стресса, человек более уверенно себя чувствует. Нет вот этих моментов с ожиданиями, с иррациональными убеждениями человека, ну, меньше проблемы волнуют. То есть есть различные убеждения рыночные, которые нужно однозначно, ну, разбить. Есть, каждый из нас приходит в рынок с каким-то своим ворохом жизненных ситуаций, своего опыта. К сожалению, ну, большинству нужно корректировать то состояние, с которым мы приходим на рынок. Это не я придумал, это просто факт. Достаточно понаблюдать за, я не знаю, за менеджерами там всяких хедж-фондов, за трейдерами-профессионалами, которые торгуют. Там все это на красной нитью проходит. Собственно говоря, касается это каждого из нас. Все из нас прошли вот этот вот огонь и воду через стресс. У каждого были какие-то свои потери, взлеты, падения. На данный момент времени я считаю, что мы очень эффективно справляемся. Мы, я имею в виду вот трейдеров, которых я знаю, которые у меня в группе есть, которые со мной занимались. Естественно, Елена, Алексея тоже, это по умолчанию. Вот считаю, что минимум необходимый. Это не будет курс какой-то, это не кат, это минимальные базовые знания, которые стоит использовать в своем трейдинге, стоит использовать на своем, ну, на пути становления, обучения. Потому что это повышает в итоге ваш КПД. Вообще, стресс убивает коэффициент полезного действия в любом процессе. Но, соответственно, чем ниже уровень стресса, тем вы более эффективны. Ну и момент с рациональностью принятия решений. Есть замечательная книжка «Черный лебедь» называется. Там вот достаточно неплохо освещена эта тема. Люди по определению своему принимают решения в связке со своим, как бы так выразиться, потребностным вектором, со своими актуальными потребностями. Но не в связке с ситуацией. То есть, вот если человек хочет кушать, вся его деятельность ментальная, физиологическая будет направлена на удовлетворение этой потребности. В рынке каждый приходит со своими потребностями, естественно, большинство людей это не осознают и не понимают их. Но, тем не менее, вот принятие решений в основном связано с вот этими вот закадровыми моментами, с потребностями, с соцпакетом с каким-то, у каждого он свой. А не с реальным рациональным раскладом, который нужно провести. То есть, человек даже не анализирует. Я скажу так, ну это касается вот этого блока психологического, да, который в смарт включен. Это касается глобального моего курса КАД, который мы, кстати, скоро запустим, то, что обещалось, полностью обновленный. Это не панацея. Я, естественно, тоже подвержен психологической волатильности, но она достаточно узкая. Точно же так я могу расстроиться, но самый ключевой момент. Это не влияет на завтра. Если я сегодня что-то сделал не так, я сделаю из этого выводы. И использую это в своем трейдинге завтра. А большинство людей при совершении ошибки делают вывод в другую сторону. То есть, они не используют знания, которые были получены, а они начинают страшиться повторить ошибку. Вот это вот ключевой момент, который делает человека эффективным или неэффективным. Вот в этом психологическом блоке я постараюсь объяснить, показать на примерах, дать какие-то техники, которые в потенциале своем улучшают эффективность. Еще раз говорю, это, как сказать, но это не пальто. То есть, нельзя на себя надеть психологию, нельзя на себя надеть там клуб анонимных трейдунов. И сразу у вас вот внешний вид изменится. Я метафорой говорю. То есть, психология мгновенно не меняется. Это спортзал. Если человек будет заниматься, эффект будет. Если человек заниматься не будет, извините, вы не глотайте, я не морфиус, я не даю таблетки. Вы не глотайте пилюльку, не надевайте на себя пальто. Вот, если коротко, обо всем об этом, ну я объяснил. По поводу, еще момент такой, я в последнее время, ну в последней группе добавил в практику, уже ставку на психологию делаю. То есть, совершенствование психологических навыков, которые нужны в трейдинге. Это будет в минимуме, ну, к сожалению, курс ограничен, как бы, рамками определенными. По минимуму это будет, а по максимуму это, естественно, будет в полном объеме, ну, в курсе психологическом, который будет попозже представлен, который был обещан еще до нового года. Ну, и, естественно, я просто уже договорю по поводу практики, планирую провести практические занятия, конечно же, по чтению потока, по вот этой микроструктуре, всем, всеми любимой. Я просто знаю, что люди ждут этого, делают на это большие ставки. Я, естественно, говорю, что, ну, микроструктура это всего лишь один элемент, понимание рынка, они играют, как многие считают. То, чтобы увидеть, какими ордерами пользуется крупный игрок, верти, это ничего, ну, погода это не сделает в вашем трейдинге, и ни в чем. Поэтому будет практика по чтению потока, будет практика в минимальном виде по психологии, ну, достаточно, естественно. Будут упражнения для тренировки навыков по скальпингу. И по риску. Я вот дам упражнение практическое, которое, скажем так, его целью будет отбить страх, привить понимание риска, научить человека брать стопы или там усредняться. Вот это, я считаю, что одно, это вообще одно из моих любимых упражнений. Я думаю, что, ну, мне почему-то кажется, что вот оно у Елены тоже одно из любимых. Это упражнение открывает глаза на рынок и позволяет его как бы так вот изнутри смотреть. У нас у каждого, конечно, свои акценты по практике, но я думаю, что это будет очень полезно от мала до велика на самом деле. И для новичков, для новичков это однозначно полезно будет. Для трейдеров бывалых, уже тертых калачей, ну, я думаю, что позволит взглянуть на рынок с другой стороны. Самое главное отбить вот это вот убеждение, что на рынке нельзя сливать ни в коем случае. В принципе, я сказал все. Окей, спасибо, Макс. Спасибо. Ребята, у нас осталось два слайда. Сейчас быстренько, потому что время мы уже перебираем, которое планировали. У нас под конец курса мы планируем провести занятия по акционам. Возможно, даже это будет не одно занятие, а, возможно, пара занятий. Собственно говоря, это будет введение в акционы. Мы не будем учить торговать акционами. Но теорию, которую необходимо знать, для того, чтобы понимать влияние опционов на фьючерс и ценообразование, мы дадим. То есть, там будет экономический смысл, основные факторы, основные греки, если вы знаете, альфа-бета, гамма, ро, влияние и волатильность, и цены базового, временного распада, и процентной ставки на опцион. Как они реагируют, как реагирует их стоимость, и как эта стоимость потом вторично сказывается на рынке фьючерсов. Почему, допустим, на каких-то акционных уровнях, особенно в период экспирации, происходит полный беспредел, полная война. И как это опитывать для того, чтобы извлекать какую-то собственную выгоду из этого, либо как эти участки, если они переносят убытки, если они вредны для частной торговли, как их избегать. На что смотреть, что такое ВИКС, что такое опционные уровни, что такое полковая рейша. То есть постараемся дать вам понять, что рынок это целостная вещь, нет только отдельного инструмента, который сам по себе торгуется, на котором внутри этого его собственного рынка формируется спрос-предложение. Все взаимосвязано. Есть арпетражеры, есть хенджеры, есть люди, которые покупают здесь, продают там, на другом рынке, которые покупают здесь вместо стопа, допустим, покупают тут опционы. И вот этот весь механизм надо понимать, надо представлять, чтобы потом, даже если сейчас вам это сию минуту какой-то практической выгоды не понесет, это послужит базой, которую потом будете исследовать, которую будете развивать, какие-то вещи может сами придумывать, сами предлагать, сами пробовать и использовать в торговле. И последний курс, это тоже курс по психологии, занятие по психологии, тема Елены. Но у нас уже времени нет, поэтому я коротко скажу, что туда будет входить. Туда будет входить прежде всего поведенческая психология, психология финансов, которая будет применяться, может быть применена как в целом для объяснения каких-то рыночных мехейер, эффектов каких-то, которые не вписываются в статистику, которые вот именно позволяют извлекать прибыль, которые создают неэффективность на рынке, которую можно использовать для извлечения прибыли. Как люди реагируют на сцену, как люди реагируют прежде всего на свои материальные потери, наоборот на свои материальные приобретения, какие реакции на эти события можно использовать в своих целях. И это же относится к каждому трейдеру лично, то есть вы такой же трейдер, как и все, и тоже те же самые переживания, те же самые реакции, те же самые эффекты, те же самые какие-то геокогнитивные искажения тоже сказываются на вас, вы их испытываете, их тоже себе нужно находить и понимать, где у вас действительно рациональное решение, вы принимаете, вы ставите стоп, допустим, берете, закрываете сделку, или наоборот даже вы не торопитесь ее закрывать, не потому что на вас давит какое-то геокогнитивное искажение, и вы избегаете воли потерь, но потому что вы это рассчитали холодным умом и рациональным. То есть это тоже мы считаем очень важно для трейдеров. Эта тема важна для трейдеров. Ну и собственно говоря, какой вывод можно сделать из всего нашего курса, если вы помните, что у нас сначала дискрепционный трейдинг, это вещь неравна интуитивному, да, то когда вы полностью охватили картину, рыночную, экономическую картину, картину ценообразования, того инструмента, которым вы торгуете, и опрактиковали ее, когда вы понимаете, что происходит, и постепенно это уходит у вас в подсознание, вы превращаетесь в интуитивный трейдер. То есть вы вытягиваете какие-то сигналы, паттерны, какие-то явления, видите на рынке, уже часто минуя собственное сознание, и понимаете, что здесь надо, да, покупать, здесь надо продавать, здесь надо закрывать сделку, стоп надо ставить вот здесь. Ну собственно говоря, все, то, что мы хотели сказать сегодня по нашему курсу, я думаю, что время настало вопросов и ответов. Бонусом по психологии. Окей? Пожалуйста, можно голосом, ребят, кто сумел активировать голос, пожалуйста, говорите голосом, можно писать сюда. Давай я начну отвечать быстренько, Жильвина, с граваль платной, чтобы всех троих тренеров собрать в одну кучу, и дать такой класс. Пользуйся случаем. До 17 или какого 18 числа ты можешь платить со скидкой. Так что всем платить со скидкой пока есть, а то она пропадет, а потом нас еще не соберешь. Если Жильвина будет торговать, то ты сейчас не сможешь. Понял, какой гравль. Да, гравль за дверьми, а вход с платными. Расписание занятия. В каком смысле ты имеешь в виду? Вы будете знать, когда какое занятие у какого тренера. Вы будете знать это заранее, за неделю обычно. И вы будете знать, когда будет просто сбор. Поговорить по текущему рынку или по текущим взялкам. Иногда вы будете с тот же день знать. У вас будет чат. Кто есть, тот ястик. Кто зевнул, зевнул. Будет следующий день. А иногда это будет запланированный сбор. Вы будете это знать, и будет расписание. Если вы думаете, что у нас расписан каждый божий день, этого нет. У отдельных тренеров есть свое расписание. Они могут вам сказать, когда вы оплатите. Первый день сбора будет в понедельник. И там вам немножко станет яснее, как будет работать. И недели через 2-3 вы освоитесь. А потом придете на практику через месяц, и все начнется сначала. Потому что практический месяц будет отличаться от теоретического. Я скажу по поводу расписания тоже кратко. Ребят, мы пока не ставим жесткие дни, не означаем. Поскольку курс в процессе еще, мы какой-то шаблон, наверное, вам предложим общий. Во-первых, сюда все, кто будет записан на курс, смогут входить свободно в наш чат в любое время дня и ночи, обсуждать что-то между собой. Мы здесь появляемся, но я лично с 12 часов дня, тоже, пожалуйста, какие-то вещи я могу помогать, объяснять, только сильно, наверное, у меня времени много не будет. Но с 17.30, с открытия, даже чуть раньше, с открытия американского рынка, мы здесь все, и занятия будут проходить, наверное, где-то ближе к 8 часам. Вот так мы планируем. Мы планируем в 19.30, либо в 20 часов по Москве, проводить вебинары или семинары здесь, проводить сессии вопросов и ответов. И когда начнется практическая часть, то вы присутствуете здесь, мы присутствуем тоже здесь, либо в соседней комнате, в чате имеется в виду, и с вами постоянно контактируем. Вот такой шаблон. А по поводу конкретных дат, у нас есть дата начала 21.00, и мы планируем где-то 1-2 вебинара в неделю. Умников не гонять, Алексей, вон умничают некоторые, чтобы знали, что они туда попали. Просто бум его отсюда, будешь знать. А кто? А он ему ляжку жгут. Шукшина цитирует. Там шутит, это он Шукшина цитирует. Константин, не сомневайся, не сомневайся. А у них наш. Наш умник. Не сомневайся, разуме он деньги с тебя, не переживай. Можем очень быстро. Это не проблема. Платить, куда все знают. И там есть очень удобный для вас график, в смысле разной схемы. Хотите помесячно, хотите за 2 месяца, или сразу за квартал, это зависит от скидки. И всем, ребята, кто обучался, и кто даже проходил отбор у нас, мы тоже решили сделать скидку 30 и 10 процентов соответственно. Так что, пожалуйста. Если вы хотите претендуть и на скидку, обращайтесь, наверное, в Skype. Я буду давать линк на оплату за скидку. Владимир, как у всех трейдеров, я думаю, что шанс у вас процентов 10. Да ну, 1 процент у тебя шанс, пока ты такой вопрос задаешь. Когда ты начнешь другие вопросы задавать, шансы повышатся. Да, без курса таких шансов нет, скорее всего. Впрочем, никогда не говори никогда, есть гениальные люди, или просто как она везет. Теория здесь будет дается. Частица, Кирилл, да, по профилю Елена будет давать роликами, а... Ну, обойдутся они без роликами. Роликами будет мало, я не буду повторять праву пера. Окей, тогда она будет читать так, Я выкопаю такое, что у них нету, и возможно расскажу на меньшее. Мы с Максом будем давать в живом виде, я думаю, да, Максим? Ты здесь? Или ты? Я бы... Я бы... Стоп, ну... Комбинация будет, легкие ответы. Ну, я для своих групп даю роликами, которые защищенные, с ключами, просто я еще там не утряс вопроса по поводу этого момента, либо будут ролики с ключами, это касаемо моей части, либо будут онлайновые вебы, но я думаю, что скорее всего это онлайновые вебы будут, то есть, ну, хочу по-новому сделать, как бы это не проблема. По поводу расписания своего, я просто тоже добавлю, практика, вот, то, что мы там наметили, это там не скоро, естественно, вот я практику обычно провожу на открытии индексов, это у меня классика жанра, либо чуть до, либо чуть после, либо прямо на открытии. А по поводу вебов, ну, веб, естественно, в удобное по Москве время. Вопросы тут давайте тоже почитаю, то я молчу, сижу. Разница между платформой марки Delta и Wolfix, мы вообще используем все платформы разные, Елена марки Delta, я использую Sierra Charts вообще. Разница в том, что это абсолютно разные платформы, одна универсальная, вторая заточена под производителей, под их ниже идеи, собственно говоря, под объем. Так, я бы рекомендовал бы вообще бы использовать то, что больше универсально, ну, или по вкусу, каждому свое. Кат, это клуб анонимных труднов, это мой проект по психологии трейдинга, который уже длится, я не помню, сколько лет. Виктор, вот рекламируют. Спасибо. Роберт, первая тема будет по расписанию, это будет этот самый, ой, введение фьючерсов, да, вот посмотри, какая тема там в программе есть. Сейчас даже скажу, изучаем инструменты, да, введение фьючерсов будет моя 21-го, скажем, по поводу софта, стоимости софта, затраты платформы, мы научим вас это делать бесплатно, не платить за софт, пока, потом посмотрите, если вы захотите, можете на Сьеру подписываться, на MarketDelta, в зависимости от ваших возможностей финансов, Сьера самая дешевая, а для того, чтобы просто смотреть на профиль и на футпринт, в принципе, есть бесплатные индикаторы, попробуем научить воспользоваться. Я вот это добавлю. У меня политика такая, я обычно трейдерам, которые приходят в курс, да, ко мне, ну, сейчас в смарт, я сразу же говорю, ребята, ставим ниндзю, берем индикаторы, которые в доступе есть, в свободном, не все индикаторы платные, на самом деле, те, которые бесплатные, они есть, но они, может быть, не совсем удобные, но я считаю, что сначала нужно хоть как-то понимать рынок, а потом уже покупать себе софт. В плане софта, все, я думаю, цены знают, Ninja бесплатно, марки Delta достаточно дорогой софт, Sierra достаточно дешевый софт, плюс через меня, я думаю, что скорее всего, можно будет получить какую-то скидку по Sierra, плюс Sierra мультитерминал в плане любого брокера, там просто огромный список, даже Bitcoin поддерживает, и плюс, ну, короче, у каждого свои предпочтения по Sierra или по платформам, по Market Delta, я думаю, что, ну, разберемся. По поводу, ну, изначально, ну, Алексей уже сказал, я повторяю, поможем настроить какой-то софт, который будет до 100, чем, а потом уже по желанию, по уверенности каждый купит себе, что пожелает, можно, в принципе, и не закупить. Да, ребят, я хочу, чтобы вы просто понимали, что, собственно говоря, нужно будет, да, вот исходя из той базы, нам нужны котировки, реально, нужен стакан, нужна лента, и нужен какой-то индикатор, типа футпринта, который ценовые кластеры висует, да, и желательно, чтобы они настраивались, нужен маркет профил, вот, собственно, и все. Особо каких-то наворотов там и что-то программировать свои мы не будем, для понимания это вполне достаточно. А потом будете более-менее там вникать в дело, поймете, что иногда нужно что-то сделать такое, что, ну, написать что-то свое, что-то вытянуть, какие-то данные, которые не дают это суд. Тогда нужно что-то погибче будет, конечно, типа, сферы, через пару недель по мак-адресу. Соответственно, это не будет. Ну да, на остальном макс ответил вопросы софту. Агнин курса DDG менеджер скайп пишите. У нас есть скайп и ящик почтовый на сайте, на главной странице внизу, посмотрите контакт. И я тут с 12 часов каждый рабочий день нахожусь. Стараюсь, по крайней мере. Ну, крайне то, через 13-е по Москве. Давай, Артем Матович. Ну, пожалуйста. Я перебила. Все, кто хочет скидку от Макса, обращайтесь к Максу или к DDG менеджеру. Все, кто хочет скидку от меня, обращайтесь сразу к DDG менеджеру. Ко мне не стучите в скайп. Я вам предлагала подушила слишком долго, чтобы давать еще что-то дешевое. Это надо заработать кровью. Так, а теперь главный вопрос. Нужны ли базовые знания по маркет-профайлу? Видишь ли, я не буду на вас давить маркет-профилем слишком рано. Я, возможно, в первый месяц сделаю одну занятие, во второй месяц второе занятие, в третий месяц два занятия. И таким образом, четыре недели моих теоретических вы постепенно пройдете, а потом вы сядете ко мне на практику, и я вас оглушу рынком и маркет-профилем. Желательно в синтезе, а не в разделяя властвуй. Выдержите или нет, это ваша проблема. Мозги есть, глаза есть, большинство выдерживают. Но вы не будете изучать маркет-профиль как исходные данные. Вон на ютубе куча бесплатных роликов, где я вам по-русски говорю, где ПОК, где ВАХ, где ВАЛ. Изучайте там. Окей? Они изучили вашу проблему, что вы даже языка не понимаете. Поэтому ответ такой, будет позже профиль, а не раньше. Освоите, вот увидите. Даже пятилетние дети могут сказать, где жирный ПОК, а где нету в объеме торгов. Там дырка. На самом деле у них профиль интересна тонкость, потому что на графике многие могут профильный уровень это увидеть. Накопление это все видно. Там есть тонкости, которых пожалуй, пожалуй, тот по профилю лучше с 8. Так, ребят, еще вопросы, если есть, пожалуйста, задавайте. Хотите голосом? Ни один не задал голосом, вы стесняетесь. У Юрия хорошие вопросы. Юра, да ничего нового я им не скажу. Рынок будет на тот момент абсолютно неизвестный. Он может нам подать конфетку, как сегодня, а может какую-нибудь, знаешь, в красивом фантике не очень хорошую вещь дать. Это будет живой рынок. Вот это и будет неизвестность. А как мы будем его торговать или комментировать, видно будет. Что-то будет из старого, но оно будет наложено на новое. Юра, я тебя позову прокомментировать. ты настолько хорошо это знаешь. Договорились? Наши цели, цели нашего курса удовлетворить ваши цели, потому что мы достаточно долго варимся в этом бизнесе, чтобы понять, что вам нужно и сказать, что вам нужно. Ваше дело или верить, или проверить. Мы так считаем, что этот курс нужен, он назрел. Исходя из практических знаний. А трейдерам? Ну, хорошо, Дмитрий, денег заработать это первое. Второе, себе найти трейд-трейдеров, которые нам помогут денег заработать. Поверьте, ребят, все те, кто приходит, реально, которые могут что-то сделать, которые знают, понимают, что делают единицы. Это просто единицы. Иногда бывает, попадаешься, вот так приходят обучаться, как бы видишь, смотришь на человека, понимаешь, что он что-то может. А так, на самом деле, проблема, согласитесь, тут мало кто зарабатывает. Это крайне сложно. Тем более сейчас соревноваться с теми людьми, которые имеют гораздо больше ресурсов информационных и денежных, и технических. Кто хочет попасть и спорят на эту тему, я всегда готов ее взглянуться. Но это тем не стоит. Это тоже хороший вопрос, транс. Подходит ли этот курс заочникам? Видишь ли, я считаю, этот курс больше подходит заочникам, потому что все-таки есть блок только теория. Если у тебя есть время, присутствуя довольно часто, чтобы реагировать на занятия запланированные и не запланированные, то тебе подойдет. Если у тебя есть время посвятить месяц практическим занятиям, а расписание ясть, а потом месяц снова с теорией более гибко, то подойдет, смотря как заочник занят. Если заочник работает на двух работах и у него грудной ребенок учит постоянно в углу, возможно, не подходит к такому заочнику ни проба пера, ни этот курс. Я считаю, этот курс, хотя он выглядит более напряженно, да, я считаю, он более такой, щадящий к людям занятым, чем проба пера, например, если ты думаешь о пробе пера. Проба пера, практика и теория делай все сразу. Да, если это тебе повезло, ты взял часть теории до того, но на вас теория также в процессе валится. В данном случае для некоторых это будет легче, для других интенсивнее, потому что не вздохнуть, ничего другого не сделать не будет, потому что тренеры будут меняться и каждый раз тренер свежий готов с вами работать. И вам надо выдерживать всех и три разных стиля переваривать. Кому-то это понравится, кому-то покажется тяжелым. Вам надо самим подумать, взглянуть на часы, взглянуть на календарь и взглянуть на расписание, если вы это можете. Во-первых, курс проба пера заканчивается на этой неделе и новый старт отложен из-за того, что сейчас запускаем смарт стартного курса. Совместить невозможно. Сразу скажу, на пробе пера я основной тренер. Макс заходит, когда захочет, Алексей с вами работает, когда у него есть время и желание. Или когда просто надо бывают ситуации на пробе пера, когда Алексей нужен в начале особенно и где-то ближе к середине. Нужно, чтобы он что-то делал на пробе пера. Здесь у вас есть три равноправных тренера, здесь у вас есть четыре месяца. Что означает? У каждого тренера есть минимум месяц на какую-то теорию и у каждого тренера есть хотя бы один месяц на практику. Я можно скажу? Давай. Ну, я думаю, так, как бы у нас курсы обобщенные, там трое нас разных. В первых, ну, как занятия проводиться, как вариант, как будет. Ну, вот мы в чате собираемся, мы разговариваем. То есть, практические занятия, теоретические занятия, ну, единственное, что теория, мы, конечно, тот, кто теорию проводит, тот ее проводит. Возможно, будем как-то перебазироваться там из комнаты в комнату. То есть, у меня вот там внизу есть две комнаты, архивная и рабочая. То есть, если тема моя, например, идем в мою комнату, чтобы Елене не мешать, она может быть со своими ESF-цами будет. Но аналогично... Но мы всех засадим вон в смарт. У них будет смарт, где они все будут сидеть. Так что мы все втроем на них накинуться можем и даже поспорить, и пусть у них мозги скипят. Окей. Как насчет этого? Посмотрим. По поводу курсов... Вот там Юра тоже спрашивал, Елена, что сможете дать. Но я считаю, что для трейдеров, которые уже проходили кого-то из нас, ну, я думаю, что это ради интереса будет поход в курс. Ну, как бы уже основные знания, я думаю, что были переданы. И точно же, то же самое могу сказать для новичков, которые приходят. Вы всегда можете прийти потом на углубленный курс к Елене или ко мне. То есть, ну, тут как бы свободно. А можете вообще никуда не приходить? Потому что, еще раз, многие так спрашивают, как будто курс это таблетка от Морфея. Работа. Вот это таблетка от Морфея. А с нашей стороны мы предоставим ту информацию, которая рабочая, без шелухи. Вот это вот я подчеркиваю. По крайней мере, ну, я всегда стараюсь делать именно это. Те, кто со мной в каким-либо образом, ну, в каком-либо из моих курсов был, они прекрасно это знают. По поводу роботов, как мы относимся, мы шикарно относимся к роботам, к роботам. По поводу стратегии, стратегии безумное количество, запрограммировать паттерн один. Да, это элементарно делается, но я уже вам говорил, что механическая привязка к какой-либо неэффективности не гарантирует профита в дальнейшем, потому что система не универсальная. Так, дальше, пробежимся быстренько. Через сколько курс, через сколько дней Женя заработает миллион? Я думаю, через 261 или 161 день. Все четко по ФИБО будут работать. Так, вопрос, Роман, я так понимаю, насколько работоспособны наши стратегии. Увидите, что работоспособны. Я думаю, даже больше вы увидите, чем мы привыкли показывать. Пока что человечеству не удалось с помощью алгоритмов превзойти человеческий мозг. Другое дело, что человеческий мозг подвержен эмоциям, да, но мы эти эмоции постараемся скорректировать. По крайней мере, попытаемся. Кто там захочет работать, еще раз повторю, это все тренажерный зал. Трейдинг это тренажерный зал. Хотите жрать после 6, быть жирным? Пожалуйста. Никакой курс никому нигде никогда не поможет. Хотите работать над собой, потому что трейдинг, я считаю, это работа над собой, дискреционно, естественно. Если вы алготрейдер, это не работа над собой, это у вас перед вами MATLAB, Gretel, Air, вы сидите в этих трех программах и живете в них. Вот это алгоритмический трейдинг. А дискреционный трейдинг это спортзал, работа над собой. Будете работать, будете скринтайм набирать, то есть я вот со своей стороны, я всегда настаиваю на скринтайме, то есть я буду эти практические занятия, чтобы вы будете просто сидеть и торговать. По команде, по сетапам, без сетапов, как угодно, задача просто сидеть и учиться. Как именно это будет проходить, узнаете, если придете. То есть тут как бы это я не таинственности напускаю, а просто это сейчас не важно. По поводу ботов, ваш любимый вопрос, мы над этим работаем, ребят, но вы должны понимать, что то, что можно построить используя NinjaTrader или не знаю, с Yerachat там есть трейдинг даже предстейшим это все детский сад, то есть статистические роботы, которые вылавливают какие-то статистические закономерности, например, регрессии к среднему пытаются брать, может быть, с учетом еще кого-нибудь из показателей объемов, может быть, каких-то скорости трейдинга на рынке, моментума. Но это все детский сад, это давно не работает. проверено, перепроверено поколениями, начиная с 90-х годов в России. Много об этом сломано, начиная просто простых индикаторов, которые покупают, продают и заканчивают нейросетями. Из цены и объема вы ничего здесь не выживаете. Уже все, уже выжили до вас. Слышали об эффективности рынка и знаем, что у нас как только появляется возможность на рынке заработать, где бы она ни была, была бы на арбитраже или на каких-то настоянализе какого-то одного инструмента, эта возможность сжирается. Против вас здесь играют серьезные институты с большим количеством математиков, техническая возможность люди, которые лучше представляют математикой, как сделать так, чтобы купить быстрее или продать быстрее. наивно полагают, что достаточно прикрутить какой-нибудь маркет профайл сетапа или даже используя наши инструменты, даже конь-кластер анализ и будет все хорошо. Не будет. Эта вещь сложнее, не требует больше денег и не требует больше работы. Мы над этим сейчас работаем, занимаемся, но это как бы наша вторая ликвасть, третья мы выражаем на шпион. Поэтому по ботам, пожалуйста, я готов с вами разговаривать, я много чего знаю, много чего как бы по этому вопросу изучал и пробовал. Если есть какие-то идеи, какие-то вопросы, можно обсуждать. Мне надо насчет проб-опера, а то не поняли люди. Есть две проб-опера, те, которые начали в январе, а не заканчивают на этой неделе. Есть также, которые оплатили и получают теорию. Пока что, я думаю, что вы, может быть, начнется в середине июня. Я пока точно не знаю, но где-то в июне запланировано. Вы можете выбрать переключиться на смарт, если вас больше устраивает смарт. запланировано. что мы сохранили ежемесяч плата на проб-опера одинаково со смартом. Вы можете доплатить за дополнительный месяц, если вы хотите переключиться на смарт. У вас нету ничего страшного, если вы выберете место проб-опера в смарт. поэтому те, кто думает, что вы что-то пропустили, да пропустили, надо было приходить в новом году, в январе начали, сейчас заканчиваем, последняя неделя у людей идет. А те, кто еще думает, тренерские программы, будем потом объявлять, вы будете знать даты, сроки и проб-опера не иметь никакого отношения к смарту. Но если вы хотите, потому что вы возможно планировали, что будет в мае или когда-нибудь и июнь вас не устраивает, если вас скажем, я сейчас говорю без гарантий дат, если июнь вас не устраивает, то возможно вам стоит начать 21 апреля, ваша оплата пойдет уже оплаченная вместо проб-опера она пойдет в бухгалтерию, что она пошла за смарт, вы просто потом можете доплатить в месяц дополнительный. Понятно объяснила, нет, но вас не так много, кто на проб-опера. С вами легко разобраться, ребята, даже индивидуально можно будет решить потом. Так что не беспокойтесь, все в порядке у вас. Ребят, даже не думайте, что мы будем с вами отдельно говорить единично, но на веб-сайте есть DDG-менеджер скайп скайп на веб-сайте на главной страничке стучите с DDG-менеджером скайп и чаще всего я на этом скайп нахожусь, поэтому если какие-то вопросы, но ребят, я хочу, чтобы вы понимали, мы должны быть взаимно интересны, просто как бы обслуживать какие-то пустые надежды не очень хочется. У нас есть ресурсы поставить на тест, есть такие ресурсы, на тест на демки, причем на демки такой, настоящий, там будет сымитирован настоящий рынок. Но еще раз скажу, не обольщайтесь, я видел много трейдеров, буквально десятки трейдеров с папками, с бумагами, с ботом, с разработками, но не видел, может быть, двух человек видел, которые действительно серьезно это не такой простой вопрос, деньги не лежат на поверхности, нельзя какой-нибудь изучить, там C-Sharp научившись обыгрывать среднюю на графике что-то заработать. Не бывает, поверь, не бывает. Вот внизу этой страницы без всякой регистрации есть DDG-менеджер Skype, стукните туда и удачи вам. Макс пишет, что ему надо идти, Макс, тогда мы сами закончим, если будут еще какие-то вопросы. Спасибо. Всех благодарю за внимание, если у вас вопросы будут лично ко мне Skype, я свой писал два раза, но если в крайнем случае спросите у Алексея, у Елены, вам подскажут Skype мой. Всем удачи в трейдинге. можно вопрос один к Елене? Да, давай. Елена, здравствуйте, Макс, Александр, тоже здравствуйте. Мы проходили обучение у Максима, все круто, но вот вы сегодня подняли тему профиля рынка, да? Было бы очень интересно ознакомиться вообще с этим, то есть на будущее. у вас есть курс, который именно то есть конкретно по профилю или ваш личный курс, который то есть ваш взгляд на рынок озвучивает? В Греции все есть, тебя что именно интересует? Ну вот мы у Макса проходили, да? Я понимаю, что вы... Дело в том, понимаешь, в чем моя проблема, когда ко мне идут от Макса? Дело в том, что я у Макса курс не проходила и я не знаю, как он вам преподает, поэтому я немножко вслепую должна тебе ответить. Нет-нет, Елена, я не жду от вас чего-то там... Я тебе говорю, что люди идут от меня к Максу и от Максу ко мне. Не массами, но время... Понимаешь, люди есть просто любопытные, есть, которые надо все знать и хотят попробовать разные системы, разные подходы. Я использую профиль постоянно, я просто не могу молиться на один профиль, понимаешь. Вот в этом проблема у меня возникла в девятом году. ко мне стояли люди в 80% с 6-месячным опытом, и мне пришлось разделять этот несчастный профиль и давать его элементарно, но и даже тогда мне пришлось говорить о рынке. Вот нельзя, вот, нельзя хвост от собаки оторвать. Понимаешь? Я тебя перебью вот прямо, знаешь, я сделаю грамотную рекламу, тебе скажу, что Елена в отличие от нас с Максом имеет одно преимущество, к которому мы стремимся. Она имеет в кавычках гаверинсайдерскую информацию с американских рынков, то есть у меня прямая связь со многими трейдинг-румами и новости, то, что происходит там, и как механизм этого происходящего, она как бы знает лучше нас всех, и часто часто очень интересно слушать, слушать, что там на самом деле это происходит. Не новость, не раскрыть свое слово новинки. Новинки, может быть, новинки, да, но и события, и собственно механизмы, которые там, да, работать начинают или заканчивают, на самом деле очень ценная информация. Понедельный анализ. Про другой был вопрос, я так понял. Он спросил, у Макса отучился, теперь хочет, у Елена, не хочет подниматься. Да, плати и иди. Я не очень, я не очень понял, какой это курс, как он называется, я смотрю и не догоняю, что это, как называется курс. Мой курс? Да, Виктор, зайди на ДЖ, и у Лены есть там курс, там все, и оплата, и какие есть курсы, что они объясняют, там все это узнаешь. Нет такого курса. Что-то я не вижу. Ну как нет, там есть отдельный у нее. Долг был, по крайней мере, может, нет. Мы же учились все у нее. Ну вот смотрите, группа ЕС, потом группа ЕС, еще одна, потом проба пера. И какая из них? У Лены основной курс ЕС группа, трейдинг ром, там профили, там ЕС, там основные наши трейдеры, которые ЕС торгуют, но дело в том, что туда без предварительной подготовки на проветера, она не берет, если я правильно знаю. А что за пунктурка? Макс, а он со мной, и мы наоборот были. А ну и что? Это нормально, понимаешь? Понимаешь? Подожди, Лера, что? Хочешь изучить рынок, видишь профиль, более объемный, вот и все дела, я так понимаю. Тут все по-другому же он хочет. Лучше. Другие вопросы. Хочешь ввести теорию, иди на последнее занятие заочное обучение. И плати, и будешь учить заочно. Раз мы не встречаться. Там много профиля. Будет время, то есть сейчас с Максом и материалом разобраться, а потом, то есть хочется, еще новый взгляд, то есть вы же опытный трейдер, это же очень полезно, правильно? Да, всегда есть несколько таких трейдеров в году, которые идут от одного трейдера к другому. Именно вот по этой причине, как ты сказал, у Макса есть трейдеры, что были или на пробе пера, или были в ЕСЧАЦ, и у меня есть трейдеры, которые учились у него и пришли здесь. Сидят, или роликами занимаются, часто роликами занимаются. Уже у Макса поняли, как много работы, и не рвутся слишком быстро на практику. Роликами позанимаются, потом на пробу пера, потом решают, что дальше делать. Некоторые на отбор после этого идут, они идут в ЕСЧАТ. То, что все-таки в ЕСЧАТе, мы насчет ЕС, ЕС много говорим, правда? А человек может евро торговать или нефть, он у нас посидит с квартал, и ему больше, чем достаточно в ЕСЧАТе после квартала. Он идет свою нефть, или 6И торгует на отборе, пытается пройти в реал. Понимаешь? Поэтому я не могу тебе сказать, так же, как вот раньше задавал, у кого учиться и где. Не, я это сам определюсь, я просто не понял, вы уже, вы преподаете, да? Я преподаю, но мне, понимаешь, я не люблю преподавать по расписанию. Я элемент хаоса в очень хорошо отлаженной машине DDG. У нас есть очень, такие, знаешь, дисциплинированные, организованные люди в менеджменты. Я вношу небольшой хаос, беспланово. Я влезаю в рынок и говорю, вот сейчас надо смотреть на это, это главное, это не запланировано. Я вношу вот этот элемент хаоса. Это не всем подходит. Ну, как раз то, что надо. Да, кому-то это то, что надо, а кому-то тысячу лет это не надо, понимаешь? Настолько индивидуально. Поэтому проба пера дает возможность поторговать разными этими штуками и дает 40 часов моих роликов. Да? Моих немножко Алексея там есть, он тоже кое-что читал. Это именно та теория, да? Это вот та пробная первые 40 часов, которые я считаю применимы к практике. К практике. Введение во все, в профиль, в футпринт, во все остальное. Это абсолютно не имеет никакого отношения к смарту. К смарту вы со мной будете иметь дело более-неволее, я одна треть смарта. Никуда вы от меня не денетесь с моим профилем, понимаешь, и с моим ИЕСом. Но я там буду треть. И кому-то до тысячи лет я там не нужна буду после этого, а кому-то кто-то ко мне придет дальше учиться. Посмотрим. Спасибо большое. То есть, изначально, то есть, вы советуете сначала вот теоретический курс взять с роликами. Но я не могу советовать. Ты уже учился у Макса. Я не знаю. К Максу идут так же, как ко мне. и к нему идет спектр от опытных трейдеров до совсем новичков, понимаешь. Советовать только потому, что ты учился у Макса, ну и что, что учился, понимаешь. Некоторые только через год усвоят, что у него учили. Вот я не могу так советовать. И у меня тоже так же садятся, как в девятом году. Я брала только опытных, 80% все они опытных. Все соврали, что есть опыт. И учили потом. информация закрыта в процентах. Извините, сейчас я отвечу. В процентах я не скажу, но процент гораздо больше, чем те, которые проходят с улицы. Много проходит у Макса, много проходит у Елены. Если потом решают с нами работать дальше. 1% ты знаешь, такого даже нет среди массы. Я думаю, что если взять набрать бабушек с улицы на базаре, посадите их, вам будет больше процентов. Я думаю, проценты 3 они дадут. Даже не может больше. Ну, я не шучу, потому что нам приходится иметь дело с массой трейдеров, смотреть, как они торгуют. Поэтому так, оно, да. Вот среди общей массы будет такой процент. И далеко нет никакой, ну, почти никакой гарантии, что те, которые войдут в эти 4%, они в следующий раз будут торговать профитом. Дело в том, что, знаешь, когда мы смотрим на трейдера, который проходит в Реал, мы, в общем-то, не смотрим, откуда он пришел. От Лены, от Макса или с улицы. Понимаешь? Но мы очень четко шкурой чуем, что в этом трейдере или есть что-то, или он быстро сольет. Потому что это зависит не от того, где он учился, а от его характера, от того вопроса, иногда, от тех, иногда, от тех вопросов, которые трейдер задает, когда мы с ним ведем собеседование. Мурашки идут по коже. Это не зависит от тренера. Поэтому говорить, какой процент от кого проходит, откуда он свалился на тренера. Может быть, он гений трейдинга и просто тренеру повезло, что на него такой трейдер свалился. И у него хорошая статистика у тренера. Да, может, идиот пришел. И что, теперь тренер плохой? Вот как это можно под статистику подогнать, а? Ну, мы же не контролируем людей, которые к нам идут, правда? Только деньгами, которые платят. Это единственный контроль. то есть, вот эта цифра в один процент, она настолько реальна, что так мало трейдеров начинают торговать? Нет, конечно. Это я бы не сказал. Мы, честно говоря, не ведем статистики. И больше трейдеров и проходят, и больше трейдеров способны торговать. Но я наоборот сказал, что эта цифра нереальна, даже если взять случайно с улицы, которые никогда не торгуют. Это даже чисто статистически она больше. Независимо от их умения. А если человек знает, что делает, то цифра больше. А если человек знает, что делает на Денке хорошо торгует, потом приходит на Ял, многие вылетают. Достаточно большой процент. Это тот самый, те самые бихевиеры, которые эффекты, которые действуют на человека. Когда он соприкасается с реальным капиталом, ник-ник, куда не деться. Это только уже зависит от его личности. Насколько он умеет над собой работать, насколько он физиологически готов к такой ситуации. Риском капиталом даже чужим, даже нашим. Владимир, ты не бойся называть некоторые другие пропы. Окей? Ты должен проходить отбор, если ты называешь стажерство на реальном капитале, отбор. Тебе дается сразу реальный капитал, он маленький, он заточен на то, что ты стажер и начинаешь по-маленькому торговать. Ты или можешь, или не можешь, и дальше идет наращивание капитала в виде наращивания контрактов и, соответственно, капитала. Да, ребят, естественно... Но ты сразу получаешь реальные папки и мы берем на тебе лосья, если ты не умеешь в реале торговать. Окей? Да, и таких лосьей берем немеренную, на самом деле. Дело в том, что, понимаешь, тут есть качественный переход, другой совершенно. еще раз я повторюсь, ну, небо и земля торговля на демотингах, торговля на реальных деньгах, даже если эти деньги чужие, стоит тебе где-то в голове твоей, да, поселиться мысль, что вот это вот, то, что ты сейчас делаешь, вот эта деятельность, влияет на твое благополучие, каковое, все. Этот вот механизм начинает работать против тебя. Если ты не умеешь с этим справляться, то никакие твои демо-успехи, никакие твои демо-успехи не помогут. Помимо того, что ты знаешь теоретически, что делать, имеешь практику анализа рыночного, умение прогнозировать движение ценой, еще нужен вот очень мощный цена, который позволит справляться с вот такими локированиями. И, к сожалению, его оттестировать без живых денег невозможно. Поэтому у нас проходит человек-отбор, он идет в реал, мы ему даем неделю-две, просто освоиться, поторговать минимумом, минимальным количеством контрактов, не требуя никаких целей по прибыли. Мы просто на него смотрим, чтобы он не сходил с ума. Потому что есть трейдеры, которые просто слетают с катушек, открываются на всю котлету, пересиживают дневной стоп, и потом... 15 минут и слетел рекорд. Мы с ними прощаемся. Да, был такой рекорд. Давно, правда, это, по-моему, еще полгода назад. Мы с такими дрейберами прощаемся. То есть, мы норгнули, и он слетел. Простите, какой рекорд был? 15 минут и слетел. Буквально там, да, десятки минут начался торговать, и мы с ним распрощались, потому что он все риски превысил. Да. А что, ну бывает, ну просто понимаешь, никогда не угадаешь, понимаешь, но в данном случае у него были предпосылки это сделать. У него были, честно говоря, у него были предпосылки. В данном случае мы просто зря моргали. Надо было не моргать в этом случае. Это просто наша вина, мы взяли лоса. Но ему делать трейдинги нечего, ему рано, ему надо еще очень много чему учиться. Он был такой, в общем-то. Короче, иногда можно предсказать большую вероятность. Иногда нельзя, некоторые трейдеры удивляют. И в разные стороны. Решит ли проблему с увеличением объема читаемость профиля рынка? В данном случае, если ты понимаешь статистически, как сильно статистическое распределение зависит от объема, то ты поймешь, что есть ликвидность и неликвидность, и что это разная статистика, и что статистика работает и в ликвидности, и в неликвидности, но по-разному. Поэтому вопрос не совсем точно поставлен. ограничения и есть преимущества в определенных, с определенными инструментами. заставляет до сих пор в других пропах проходить отбор после отбора? Думаю, уже нет. А это, по-моему, изменилось. Там раньше так не было. Ну, тогда да. Ребят, вопросы заканчиваются. Пожалуйста, давайте подробимся, дадим еще 5 минут. У нас налоговый день, и надо срочно считать налоги. 15 апреля я решил, чтобы бабки извлезти из рынка. О, да. 15-го час так бывает. Все, тогда пока я пошла. Пожалуйста. Да, Лен, давай я тебе тоже заканчиваю. Спасибо большое. Я не могу пойти, запись же идет, мне надо запись остановить. Давайте все быстро разбежимся. А что, что тут записывать? Выключаю уже. Окей, тогда. Окей, тогда. Пожалуйста, ребят, вопросы, какие, если появятся, задавайте в скайпе, на e-mail. Уактер Eck 백, Fors煌, если, говорите, Сейчас его держу.